Без манту вход воспрещен. Детей, не прошедших диагностику на туберкулез, перестанут пускать на занятия в школы и детсады. Об этом на пресс-конференции в Казани заявила зам.руководителя Татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Столь кардинальная мера объясняется выявлением инфекционного заболевания у детей. Но делать пробы малыша многие родители все же не спешат. Почему, выясняла наша съемочная группа. За первые 8 месяцев текущего года 19 детей в республике заболели туберкулезом. Три случая зарегистрированы в набережных Челнах. Но эта цифра не окончательная. Профилактические тестирования только стартовали. А 90 случаев заражения, по словам медиков, регистрируются именно при массовой диагностике. Для этого среди детского населения применяются две пробы. Ребенка в возрасте от года до 7 лет включительно ставится проба МАНТУ. С 8 лет до 18 лет включительно ставится диаскин-тест. Проба МАНТУ, как и диаскин-тест, это безвредная проба. Но некоторые родители уверены в обратном и отказываются делать обследование детей, ссылаясь к тому, что такие пробы малоинформативные и опасны. Однако реальную опасность представляет туберкулез. Заболевание протекает без симптомов и может представлять реальную угрозу для окружения малыша. К сожалению, среди заболевших детей отказы от иммунодиагностики также были. И вот эта угроза, она была реализована в том числе и заносы туберкулезной инфекции. Детские коллективы были. Администрация образовательных учреждений вправе отправить ребенка без спробы на туберкулез, либо справки от врача-фтизиатра домой. Получить и первое, и второе можно бесплатно. Если такие методы вызывают сомнения у родителей, они могут отправить своих детей на тест-под анализ крови из вены. Правда, пройти его можно только в частных клиниках.